Если вы ее взвели, собирать ее категорически запрещается. Устройство ручных противотанковых гранатометов, снайперской винтовки Драгунова и автомата системы Калашникова. На командно-штабных учениях говорят, это то вооружение, которым бойцы должны уметь пользоваться при любых обстоятельствах. В ходе реального боя может с оружием задержки при стрельбе произойти, может быть. Он обязан знать, как их устранить. Задержки неисправности. Характерные ошибки, которые бывают. Задержки при стрельбе точнее. Как оказать первую медицинскую помощь, он должен знать. Как оборудовать одиночный окоп для стрельбы, он должен знать. Как он должен знать, если пехота противника или техника противника наступает, как метать гранаты. А вот на этом учебном месте объясняют, как правильно ставить и главное обезвредить растяжку. Ручная граната ставится в боевое положение и от запала вытягивается тонкая проволочка. Незаметная, но опасная ловушка. Дмитрий Юрчик – связист. Призвался в вооруженные силы в июне. Он рассказал, что в полевом выходе участвует уже во второй раз, но самостоятельно минирует впервые. Я научился ставить растяжку и теперь в любой боевой обстановке я смогу выполнить поставленную мне задачу. Обед, конечно, по расписанию, но что делать солдату, если на боевом выходе полевой кухни нет. Зато есть сухпайок, галеты или сухари, мясные консервы, чай и сахар. Инструктор уверяет, из этого набора можно приготовить полноценный обед. Моя задача – объяснить, как из этого приготовить, чтобы они уже знали, как первое блюдо, как второе, сколько залить воды, сколько засыпать кашек, как можно просто не заливая воды на самом огне консервы разогреть, как сухари из сухого вида привести к нормальному употреблению, почти как хлеб получается. Согласно штабным планам, учение завершается через двое суток. Здесь говорят, этого времени вполне достаточно, чтобы солдаты закрепили теоретические знания на практике. Александр Кожухарь, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.